Друзья, всем привет! Сегодня будет простая, но полезная и как раз в данное время актуальная самоделка. И для начала понадобится вот такая или подобная этой консервная банка и кусок картона. Отмеряем картон по высоте банки и нарезаем полосками. Далее сворачиваем его кусок за куском, так чтобы весь сверток плотно залезал в банку. Пока убираю первую банку в сторону и беру банку побольше. В ней секатором делаю надрезы и немного проминаю бортики. Забегая вперед скажу, что это нужно лишь для того, чтобы первая банка пролазила в эту. Далее отступаю от донышка банки пару сантиметров и делаю линию, а затем ставлю 8 равноудаленных точек. Которые я накерниваю, а затем делаю отверстия. Далее нашелся вот такой П-образный алюминиевый профиль, из которого сейчас на ходу придется что-то мудрить. А точнее надо сделать что-то типа складной подставки, которая должна влезть в большую банку. Итак, сначала разметил профиль. Получилось по 10,5 сантиметров. Пока делаю 2 штуки, но надо будет 4. Теперь прибегну к помощи ленточного станка, чтобы выпилить лишнее от профиля. Такую процедуру можно сделать с помощью обычной ножовки по металлу. Но смех в том, что ленточка у меня есть, а на ножовке нет полотен. Лента, конечно, не предназначена для такой работы, так как она по дереву и может затупиться. Но тут совсем немного, надеюсь, сильно не пострадает. Соединив два профиля вместе, делаю отверстия. А чтобы грани не мешали складыванию, просто скругляю их с помощью болгарки. Далее эти части нужно соединить. Сделаю это маленьким гвоздиком, откусив лишнее кусачками. А затем завальцевав с обратной стороны от шляпки. Готово. Сразу размечаю вторую пару и иду к ленточке, где для начала на второй части делаю небольшой пропил, как на видео. А далее уже работаю со второй парой заготовок. Теперь на банке сделаю небольшие пропилы для установки площадки из алюминиевых порфилей. И сразу подготовлю крышку для будущей самоделки. Из обычной крышки от краски, в которую установлю ручку. А теперь переходим к последнему этапу. Для этого понадобятся обычные свечи, которые надо наломать и постараться вытащить фитили. Кусочки складываем в железную посуду. К фитилям надо привязать грузики. Я использовал гайки М6, сделаю 4 штуки. Далее фитили вставляю в первую банку с картоном внутри, проталкиваю гайки на дно банки. А фитили должны быть кверху. Тем временем я поставил посуду со свечками на импровизированную плитку из сварочного аппарата для пластиковых труб, чтобы свечки полностью растопились. Подготавливаю банку с картоном и заливаю жидким парафином, до такой степени, чтобы картон немного торчал. Через некоторое время парафин застывает, и я укорачиваю фитили. Как видно, получилась такая большая свеча, но она с одним интересным моментом. Проталкиваем банку свечу в большую банку и примеряем, как хорошо влазят алюминиевые профили. Затем все накрываю крышкой. Это такой транспортировочный режим. Далее достаю профили и складываю их, а затем примеряю на банке. Все отлично подходит. Можно приступать к тесту. Поджигаю фитили. Затем устанавливаю платформу или конфорку и жду. Можно поставить пока кружку с водой. И вот в чем секрет этой свечи. Если будут гореть только фитили, то свечи хватит на очень долгое время. Но воду кипятить так замучаешься, слишком маленькая температура. Но вот когда горелка переходит в рабочий режим, а именно когда загорается картон, который слегка торчал над банкой, то вода закипает очень быстро. Пламя очень горячее, хоть и коптит. После можно использовать повторно, пока не выкипит весь парафин или не выгорит весь картон. Но зажигать придется, например, с помощью щепки, так как фитили сгорают после первого использования. Горелка достаточно быстро выходит на рабочий режим. Тушится путем накрывания крышкой. Друзья, вот такая, на мой взгляд, полезная самоделка получилась. Особенно актуальной становится с наступлением холодов. Сейчас осень, холодно, горелка достигает приличной температуры и не боится воды. Ставьте лайк, если видео оказалось полезным для вас. И пишите комментарии, стоящая самоделка или нет. Тех, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok